Итак, фруктовый сад начинает стрелять. Поддержите молодых ребят. Ну что вам стоит? Верующий физрук заставляет подтягиваться учеников вверх-вниз, влево-вправо. Итак, следующий стреляет сборная Семикарагорска. Здравствуйте. На чемпионате помедлительности участвовали «Черепаха», «Почта России», «Билайн интернет» в Семикаракорске. Команда говорим с забавным названием. Убил лесоруба – спас дерево. Убил охотника – спас зайца. Убил себя – спас и лесоруба, и охотника. Пятница, 23-й. На программе «Кто хочет стать миллионером?» Пенсионер из Семикарагорска выкрикнул «Я». Итак, замечательно, замечательно. Итак, у нас команда КВН. Какая, ребят? Джаст дует. Спасибо. Пожалуйста. Поехали! У-ху! Давайте поаплодируем. Красавчик. Пост КАИ в городе Семикаракорске оштрафовал кортеж Путина на 500 рублей. Семикаракорск. Город-герой. Ох, это подача была. Ну, пожалуйста, команда КВН, давайте встречи. Добрый вечер. Поехали. Ю-ху! Бомж Иван нашел ноутбук и первым делом проверил корзину. Итак, это Сабуэй, команда КВН у нас была. Петровский бульвар, пожалуйста. Здравствуйте. Вот. Пес, воспитанный Заикой, может укусить преступника только после команды Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Ф-Фаск. Ну что, если жюри не определится сейчас с двумя командами, которые покинут, посовещаться можно вам, конечно. То можно штрафной круг по одной шутке. Жюри может перекрикиваться. Две не смешных, естественно, мы отбираем, и они шутят между собой и уходят. По-моему, это будет команда ведущих. Павел, я еще могу реабилитироваться, потому что у меня беспроводной микрофон. Такое ощущение, ребята играют в карты. Кто мафия, ты спрашиваешь? Я не знаю. А, сколько команд убираем? Две, ребят. Если вы хотите, чтобы мы, так сказать, штрафной круг пустили, мы пустим. Правильно, Павел? Правильно. Сергей, ты мне... Вот спасибо за поддержку. Друзья, вообще, город Семикаракор сегодня же весь пришел, правильно? Никого дома нет. Поэтому, что? Наши ребята работают. Да? Вот. На, какие ребята? В масках. Друзья, прямо сейчас. Пока жюри решили что-нибудь? Итак, объявите, пожалуйста, куда-нибудь. А кто будет объявлять? Я уже забыл. Микрофон ребятам. Под ваши аплодисменты, конечно, друзья. Мы просим штрафной круг для Семикаракорской команды, для ринга с забавным названием и Пятница 23. Ну что, ребят, можно вас попросить? На троих. И вот они выходят. Ринг, да, команды? А, нет. Давайте поаплодируем детям замечательным, которые сейчас спустятся со сцены. Сборная малых народов. И сборная наглых народов. Просто все пришли посмотреть КВН, а девочка пришла посмотреть людей. Это мальчик подсказывает, ребята. Давайте поаплодируем мальчику даже. Ну что, поехали. Штрафной круг. Ну что, начинать мне или нет? Владислав Дряпов записал свой новый альбом под названием «Шумы. Памь слова». Дряпов может. Пожалуйста, забавное название. Невероятно, но факт. Зимой три медведя сосут Машу. Очень страшная шутка. А где ты? Как ты это не успел? Чайница двадцать семь. Третье. Самой некрасивой девочке на Новый год приходит лишь одна смс. Спасибо. А кто это? Ну что, уважаемые жюри, еще впереди пять штрафных кругов можно. Нет, нельзя, мне подсказывают. Поэтому нельзя, друзья, поэтому соберитесь, жюри наши, уважаемые. Сергей, надо было один столик для жюри установить. Ну я, да, они вот так в кружочек сели бы и можно было бы обсудить, можно было бы что угодно. К сожалению, Бетлон покидает сборная Семикаракурска с активом 0,6 балла под ваши аплодисменты, друзья. И с забавным названием. Ребят, было очень приятно, давайте поаплодируем. Ребята отстрелялись. Ну что, ребят, поплотнее, конечно, сейчас шутки и шутки поплотнее должны быть. Поехали, под ваши аплодисменты. А что это за романтика? Это брат-близнец человека. Давайте поприветствуем фруктовый сад, друзья. Армянский кенгуру носит детеныши в барсетке. Пожалуйста, пятница, 23-я. Трудовик с внешностью певицы Нюши. Может терпеть силу, может пить текилу. Так, пожалуйста, джаз дует. Девочка с большими ладошками, думай, что у нее маленькая грудь. Пожалуйста, ребята. Ну что ж, народная мудрость. Чем страшнее бутана, тем дальше она стоит от фонаря. Сабвей шутили у нас сейчас. И Петровский бульвар. Да, да. Дети, которые играли в прятки на стройке, нашли в бочке с бетоном прошлого победителя игры. Замечательно, друзья. Давайте наше жюри решит, какая одна команда уйдет прямо сейчас. Готовится к чему неизвестно, потому что больше конкурсов может у них и не быть, если они выступают во втором круге приветствия. Ну что, уважаемые жюри, кому достанется 0,7, я правильно понимаю, балла? Все верно, Сергей. Спасибо. Друзья, можно решили уже, да? Уже не буду. Георгий говорит, вот этого парня. Итак, вот этот, этот и этот. Вот эти три команды, пожалуйста. Все, вот этот уходит, вот этот и этот. Штрафной маленький кружочек между тремя командами. Это Пятница, 23-я, Сабвэй и Just Do It, да? Да. Пожалуйста, ребят, возьмите крупнокалиберное оружие. Друзья, давайте поаплодируем, потому что это важно. Сейчас кто-то вылетит. Пятница, 23-я, пожалуйста, поехали. В Краснодарском крае сожгли роддом, в котором родился Венцеслов из дома 2. Конечно, конечно, мы рады этому событию. Сердцу не прикажешь. Близорукая метуза отдалась целлофановому пакету. Just do it, это будет. В Ростове открылась стоматология. Я твой рот смотрел. Я твой рот смотрел. Приходи, посмотрим. Итак, Сабвэй. Со своей шуткой. Ну что, мы можем решить, наконец-то, жюри быть потверже. Там есть твердые ребята практически, да, что там все ребята твердые могут решить. Команда КВН Just Do It. Спасибо, поаплодируем ребятам. Ну что же, шутки плотнее. Плотнее у нас становится юмор. Поехали. По две шутки, друзья, и фруктовый сад начинают. Гулять так гулять, заявил трехлетний Егорка и присосался к груди незнакомой женщины. Самый толстый житель города Константиновска летом подрабатывает буйком на Дону. Ну достаточно. Спасибо, пятьсотдовстрите. Идеально пропорционально армянское лицо — это когда бровь параллельно усам. Воспитанный пропорционально... Да, ладно. Выпускников спецкласса, где учились саперы, разбросав обосвету. Отлично, отлично. Продолжаем сапвы. Сурдопереводчик сломал руку и стал недоговаривать. Внук понял, что дед заврался, когда в его рассказе просказывали сценки из фильма «Рэмбо». Спасибо за вы, Петровский бульвар. Четкие пацаны в аквапарке катаются на корточках. Из «Князи в грязи» бомжа взяли подрабатывать аниматором. Замечательно. Вот он, он, кружок прошел. Выбираем одну команду, которую мы отправим с активом 0-0-0-0. Ну и пока жюри выбирает. Давайте поаплодируем команду, потому что сейчас был действительно жаркий круг. Больше аплодисментов, друзья. Хорошая музыка. Вечеруха. Можно, можно, можно покачать немного, друзья. Ну что ж, все команды качают, кроме команды КВН «Сабвей». Вот так вот. Ваши аплодисменты, ребята. Спасибо. Итак, итак, те замечательные парни ушли с активом 0,7 балла. Подожди, может быть, 8? 7-7. Итак, пожалуйста, дальше по две шутки. «Фруктовый сад». Мало кто знает, что дети не любили лысого мальчика до тех пор, пока не узнали, что его головой можно пускать солнечных зайчиков. Очень сексуальная гусеница вечером превращается в ночную бабочку. Отлично. У тебя все шутки сексуальны. Ну что, пятница, 23-я, пожалуйста. Говорящая собака, которая не хотела идти гулять по дождю, так и сказала своему хозяину «Не выводи меня». На бабушку божий одуванчик подули, и все. Пожалуйста, Петровский бульвар. Интересная новость. У очень пугливой ящерицы осталась одна голова. У девочки Лены выросла только левая грудь. Теперь она жует капусту на правую сторону. Ну что, друзья, уважаемые жюри, можно уже, в принципе, посовещавшись, еще одну команду попросить готовиться к следующим пяти конкурсам. Конечно, трудно решить, это понятно сразу, друзья. Как настроение в себе Горокорск? Классно. Дзян сказал две крайние команды еще, по шутке. Две крайние отсюда? Две крайние отсюда. Две отсюда, одна отсюда, пожалуйста. Я вас запутал, что ли? Ребят, кто местный, кто отсюда, а то ты. Очень романтичный трудовик пьет водку при свечах. Фруктовый сад. Лучше б ты сексуально посутил еще раз. Мальчик готов? Вот ты меня сбил. Вот ты меня сбил. Слушай, я в Азов не приеду, не надо меня пугать. Не, я ему же сказал. А, ему? Да. А, у тебя просто взгляд. Мальчик, который быстро рос, на всех фотографиях получался смазанным. Ну, уважаемые жюри, надо решать, а что делать. Кстати говоря, у кого-нибудь есть средства от мошек? Ну, просто что-то мне непонятно, не видно. Ну, что ж, команда ковым фруктовый сад. Под ваши аплодисменты, друзья, покидает, покидает сцену. И получает, бах, это крем, спасибо. Друзья, спасибо. Давайте поаплодируем. Крем, который мне не пушит. Вот, спасибо. А есть эти пуши, заткну, чтобы они пушит. И пятница, 23-я. Давайте, ребята, стреляйте. Стреляем. Девушка, постиравшая одежду кокаином, сева вместе с вещами. На программе новостей одна девушка, родила ребенка. Специально для Антона Верницкого. Спасибо. Не буду мешать вам, Петровский бульвар. От судьбы не уйдешь. Пенсию Александру Киржакову будут приносить на этаж выше. В Кока-Колу стали добавлять слабительно. Еще никогда не приходил праздник так неожиданно. Замечательно, друзья. Мне кажется, что сейчас кто-то уйдет с 0,9, а кто-то спал. Пусть еще пошли. Еще штрафной? Да. Друзья, а спрей есть у кого-нибудь? Да. Терпи. Спасибо. Итак, друзья, Петровский бульвар, 0,9, пятница, 23-я, балл ровно. Спасибо, спасибо большое, ребята. Хорошо стреляли, видно, что тренировались, бегали. Вот эта вся лыжня там, все, что есть. В биатлоне... Продолжение следует...